Всем привет, дорогие друзья! Сегодня великий день! Да, Рыжик, да! Сегодня 15 июля 2024 исполнилось 8 лет Рыжику. Представляете? Посмотрите, какой котяра вымахал. Посмотрите. Посмотрите, какой здоровый. В ладошки уже не помещается, как раньше. А помните, какой маленький он был? Помните? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он ждет, не дождется, скорее подарок. Вот, Рыжичек, смотри. Что бы это могло быть, как думаешь? Посмотрите, какой-то символ. А, стоп, это не символ. Это же восьмерочка. 8 лет. Рыжик, это тебе. Ты заинтересовался? Поможем тебе, Рыжичек, отпрыгнуть. Что такое, Рыжичек? Тебе не понравился подарок? Кажется, Рыжик расстроился. Ладно, Рыжик, не расстраивайся. Это была шутка. Пранк дружеский. Это не настоящий подарок. Вот, печенька молодец. Он всех вылизывает. Всех любит. Ладно, давайте следующий подарок. Теперь уже настоящий. Рыжик, смотри, еще один подарок. Это не то же самое. Сразу говорю. Давайте мы пока Рыжику распакуем, его подарок. Вы в комментариях угадывайте. Пишите, что здесь может быть. Никогда не догадаетесь. Что же здесь, в этой коробочке? Ага. Что тут у тебя, Рыжичек? Давай посмотрим. Посмотрим. Мы знаем, что Рыжик очень любит рыбачить рыбу. Ну, вместо живой рыбы, он очень любит живую рыбу ловить. Мы вот ему купили робота. Робота рыбы. Так как сейчас новые технологии, искусственные интеллекты, два, скоро живой рыбы вообще не останется. Так-так-так-так, будешь ловить? О, печенька заинтересовался. Давай поставим батарейки, посмотрим, как она плавает. О, здесь даже такой уплотнитель есть, чтобы вода не попала. Датчики реагируют на погружение. В воде рыбка начнет плавать и светиться. Батарейки мы вставили, и теперь здесь есть такие черненькие точечки. На них нажимаем. О, видишь? Сейчас зажить. Да. Пошли рыбку ловить. Сейчас мы тебе в ванну нальем. О, кажется, Рыжику понравилось. Ну-ка, пойдем проверим. Ну что, Рыжик, будем рыбачить? Будем. Давай. Опускаем в воду. Она сейчас оживет. О, ничего себе. Смотри, она как живая плавает. С разной чистотой. Хвостиком дергает. Только она по кругу плавает. Рыжик, давай лови. Да, давай. О, заинтересовался, смотри. Какая классная рыбка, подарок. Вот, не надо живых вылавливать постоянно. Вот тебе игрушка на все случаи жизни. Будешь развлекаться. Водяной кольцик. Я водяной, я водяной. Будешь ловить? Нет. Смотри, она заплыла тебе между лапок. О, ну дедику пьет. Ну ты даешь. Рыжик. О, она хочет с тобой познакомиться. Прям к языку. Прям в рот. Тебе нужен только рот открытий, она тебе заплывет в рот. Прям в рот. Рыжик. Пробка. Мы тебе дарили пять лет назад. Хватит, это уже детский подарок. Рыжик. А потом спустит, а потом поймает рыбу. Он говорит, ставьте лайк за такой подарок. А ты куда сказала? Основной подарок от нашего лучшего друга, компании Катлин. Это просто мега подарок. Такого подарка ни у кого еще не было, я уверен. Сейчас вы увидите. Просто оцените вот этот размер. Какая она гигантская. И как вы догадались по названию, это еще один кошачий лоток. Только гигантский. А вот это, друзья, вот это просто гигантская коробка. Чуть-чуть поменьше вон той. Это подставка под этот лоток. Просто оцените ее размеры. Это просто какая-то гигантомания. Это рыжечек. Прислали тебе на день рождения. Ну что, давайте совместим день рождения рыженька с распаковкой этих посылок. Ну, конечно, мы пойдем это все распаковывать в другую комнату. Здесь мы не поместимся. Вот такой он огромный. Просто гигантский. И чтобы сравнить с предыдущим лотком. Вот он. Едет предыдущий лоток. Посмотрите, какая разница в размерах. Он практически вот тут настолько ниже. И там еще вот настолько хуже. То есть он почти в два раза вот этот больше. Этот просто шикарный. Идеальный. Просто супер. Вот такая вещь. Классно работает. Никаких запахов. Сам очищается интеллектуально. С искусственным интеллектом. Но все-таки немножко для двух котов маловато. Приходится часто менять. Вот этот же мы надеемся. Сейчас мы распакуем. Один раз засыпали. И на полмесяца забыли про уборку. Наши котики тоже очень любят распаковывать посылки. О, рыжик помогает распаковывать. Посмотрите. Как приятно хрустит коробка. Что у нас здесь сверху? А, это просто пакет упаковочный. Да. Это убираем. Рыжик обследует. На предмет незаконные контрабанды. Что, нет контрабанды? Нет. Какое огорчение. Вот это лоточек. Тут, смотри, другое совсем покрытие. Там внизу какое-то тряпичное. А здесь все, вот это все, это провизиненное. Так, друзья, ну что тут у нас в комплекте было, кроме рыжика? О, какие они большие. И целых два. А, это еще один, наверное, пакет, который первый раз нужно поставить. Он в два раза больше, чем на том предыдущем лотке. О, какой огромный. Ну, тут теперь на месяц хватит. Засыпал и забыл. Ну, тут еще есть зарядка. Зарядка здесь? Здесь, наверное, адаптер, да? Ну, да. Очень хорошего качества, кстати. Провод такой, как сказать, прорезиненный, тряпичный. Чтобы не перетерся и чтобы животные не перегрызали. Это вообще очень качественно все они делают. Молодцы. Что у нас? Это, по-моему, еще пакетик. О, еще один пакет, уже третий. Вот этот нам надолго хватит. И тот котлинка. Вот, друзья, вам штрих-код. Пожалуйста, на русском языке инструкция. Туда заходим и там все считываем. Ну, вообще, я думаю, тут несложно. Мы сейчас... Приложение у нас уже есть на телефоне установленное. Мы просто туда добавим вот это вот новое устройство. Так, а что у нас тут? О, снизу посмотри. Пакеты, оказывается, теперь не сверху ставятся, а снизу надеваются. Вот сюда. Ну, и тут... И здесь какой-то фильтр. Вот этот, наверное, запахи поглощает. Угольный фильтр там было написано. Что, Рыжик, ты сюда будешь ходить, в туалет? Нет, не сюда. Надо туда вверх залазить. По-моему, этот лоток еще круче. Мне кажется, он более функциональный. И вот сюда просыпаются комки. Все, Рыжик, тебе тут будет жить. Ему понравилось. Да. Рыжик. Не, ну вы просто зацените размер этого лотка. Это просто что-то гигантское. Если тут кот даже помещается просто в отсек для отходов. Целый кот огромный помещается сюда. Восьми летом. Восьмилетний, да. Ну-ка, держи. Ну-ка, да. Получается, вот в этом отсеке для отходов, вот этот фильтр, который фильтрует запахи, чтобы они не выходили наружу, его можно вытащить и, видимо, помыть. Вот, переворачиваем. И вот он. Такая вот штука красота. Вот здесь защёлки. Защёлки нажимаются. Вот эта часть выходит, его можно вытащить, помыть полностью. Очень удобная вещь. Кажется, Рыжик заблудился в пакете от кошачьего лотка. Лоток такой огромный, и пакет от него просто гигантский. И Рыжик теперь из-за этого не может найти выход. Ему, наверное, нравится там сидеть. Ну что, друзья, вот руководство пользователя на английском языке, правда. И здесь очень-очень большое подробное руководство пользователя, как включать его, как подключать, как использовать. Сейчас Рыжик ознакомится с этим руководством. Ну что, Рыжик, ты понял, как пользоваться? Да, Рыжик всё понял. Он нам сейчас объяснил. И мы сейчас его будем включать. В общем, здесь, собственно, ничего сложного нет. Всё по аналогии, как и в предыдущем лотке работает. Похожие режимы. Всё похоже. Вот если горит вот эта штука, котёнок, это автоматический режим. То есть, через 5 минут после того, как котик сходил туда, включится автоматическая чистка. Ручной, но это само собой. Вы будете каждый раз вот эту кнопку старт-стоп нажимать, чтобы очистилась. Есть по таймеру. Но тогда этот режим работает только с приложением. То есть, в приложении устанавливаете периодичность чистки вот этой штуки. Ну зачем это надо? Если туда кот не сходил, зачем его крутить поставить? Потом, вот этот error, error, это ошибка. Когда он моргает, например, постоянно, значит, вот эта штука переполнилась. Её надо очистить. Wi-Fi, когда соединяется по Wi-Fi, вот эта штука с приложением. Вот этот индикатор, это означает, можно заблокировать панель, чтобы никто не нажимал. Ну если у вас маленькие дети, чтобы подключить это устройство через Wi-Fi к приложению, зажимаются два, две вот эти кнопки. Ну вот они вместе обведены. Держатся, пока второй раз не появится сигнал. И вот это не начнет ныргать в Wi-Fi. После этого в приложении подключается это устройство, и всё, им нужно пользоваться. В принципе, всё тут больше особых сложностей никаких нет. Вот это основные. Ну и тут, конечно, установлены все защиты всякие, от того, чтобы не включилось, пока кот там находится. Всякие защиты от зажёвывания там. Ну, короче, о которых нам даже не надо знать. Ну, с этим всё устройством понятно. Осталось нам распаковать к нему ещё один подарок. Это подставка. Потому что, смотрите, из-за того, что он очень большой, высота очень большая, и коту будет немножко неудобно туда забираться без этой подставочки. О, какая классная штука большая. Ничего себе. Даже для ступеньки инструкция есть. Ну, в общем, показано, что она ставится вот так, открывается для чистки, для высыпания собравшегося там наполнителя вот так. Ну, тут ничего сложного. Ножки антискользящие. Менькие. Резиновенькие. О, Рыжик, ты видел, да? В общем, эта штука вот так вот устанавливается к лотку. Она прямо идеально к нему подходит, смотри. Рыжик, покажи класс, как туда заходить. Вот так вот ему удобно будет туда забираться. Рыжичек уже внутри, и посмотрите, как ему там понравилось. А как же печенька? Ему тоже интересно. Какой, Рыжик, тебе шикарный подарок подарили. О, он кусает его. Рыжик выгнал печеньку. Рыжик говорит, это мой только лоток, никому я его не дам. Это мой подарок. Ну что, друзья, включаем? Ух ты, он заработал. Как он потихонечку аккуратненько двигается. Здесь загорелась вот эта кнопочка, clean, pause. И он работает в этот момент. Ну, то есть, это при первом включении сразу включается автоочистка, калибровка, все дела. Сейчас он, видимо, должен круг вот этот сделать полностью. По идее, сейчас он туда должен высыпаться наполнитель не слипшийся, чистый. Вот он весь туда высыпется, в этот отсек, чистый наполнитель. А потом, то, что конки туда не попали, они вон в ту дырку, получается, высыпаются вон в ту большую дырку и вон в тот мешок. В принципе, ничего сложного. Я даже не знаю, если честно. Мне кажется, вот это более практичный вариант. Во-первых, тут и размер больше, гораздо нужно дольше не беспокоиться об очистке. И как-то, когда оно вниз падает, мне кажется, это более практично. Ну, посмотрим, практика покажет. Сейчас мы его подключим к приложению. И все, будем пользоваться. Как тебе такой подарочек? Нравится? Классная штука. Вот это тебе надеет. Даже мне таких подарков на день рождения не дали. Каким-нибудь автоматический лоток мне бы подарили, да? Ну, ладно. Вот он отработал. И сразу же, так же, как и в том лотке, абсолютно такой же принцип, включился режим автоматический. Вот котик, как я вам говорил. Так, ну, теперь насыпаем наполнитель, как указано в инструкции, вот до вот этого, не выше вот этого уровня. Макс максимальная. Чуть-чуть ниже максимального уровня. Рыжик сразу захотелось зайти протестировать. Вот молодец рыжик. Сейчас, по идее, это устройство должно определить, что котик зашел. И через пять минут включить автоматическую чистку. А, ты не будешь пока дела свои делать? Ты будешь спать? Жить тут будешь? Я смотрю, тебе тут понравилось. Там что-то светится. Ну, там какой-то датчик светится. Рыжик, ну ты будешь выходить? Нам нужно проверить, что когда ты выходишь, у тебя вот этот наполнитель, прилипший на лапках, вот сюда вот в этой дырочке просыпается. О, да, все, вот он туда весь собрался. Вот мы установили лоток на обычное место, где он у нас будет стоять. Вот он, наполнитель, уходит туда чисто. Да, часть наполнителя, видимо, слишком много насыпали, что ли. Часть наполнителя в пакет нападает. О, сейчас после включения режим очистки показывает, что насыпано на максимум. Мы, видать, немножко не рассчитали, чуть больше насыпали. Ну, мы сейчас вот так берем, открываем и вытаскиваем. Вот он у нас здесь, он чистенький. Ну, мы сейчас соберем его. Вот мы убрали избыточный наполнитель. Ну, что, друзья, вот такой день рождения получился у Рыжечка сегодня. Ему прислали замечательные подарки. Было три подарка, если вы помните. Первый – это котенок. Второй – это рыбка. И третий – это замечательный вот этот лоток огромный, который нам прислала компания Котлинк. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, какой из подарков вам понравился больше всего. И если вдруг вы захотите своим котам или кошкам приобрести такой же, то ссылка будет в описании под этим видео на их магазин. Ну, что, друзья, увидимся в следующих видео. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok